Я приветствую всех на канале Да, это так. Меня зовут Максим Назаров. Со мной на связи прямо сейчас Руслан Бортник. Руслан, добрый день. Да, приветствую, Максим. Я призываю подписаться на канал Руслана Бортника. Ссылка будет в описании. И также, если вы смотрите наш канал без подписки, знаю много таких, подпишитесь прямо сейчас. Вам это ничего не стоит. Я вам буду за это очень благодарен. Новые выпуски с Ясей Масловой, с моими гостями в ближайшие дни, в ближайшее время. В принципе, достойно вашего внимания и лайка, конечно. Не забудьте и про него. Руслан, я хотел бы, чтобы ты мне помог сегодня сформировать правильную картинку реальности, которая происходит с нами сегодня. Да, я не прошу тебя оценивать ситуацию на фронте глобально, а вот вообще, в принципе, как это есть на самом деле. Потому что, честно, я и многие подписчики теряются. Ты читаешь вроде бы одно, и оно совершенно не отзеркаливает другое от наших партнеров. Давай начнем с контрнаступления. Я вообще, в принципе, с военных перспектив, я тут зацепился за свежие заявления уже экс-министра обороны Великобритании, Бена Уоллеса, который вдруг неожиданно, а может быть и запланированно, заявил, что начинается битва за Крым, скажем так. Вот он так и сказал, мы являемся свидетелями начала битвы за Крым. Российская армия трещит по швам. Это у него есть, у Бена Уоллеса, своя колонка для The Telegraph. Вот, и там прям как-то так все расписано. И я, знаешь, я почитал это и сразу вспомнил этого же Бена Уоллеса, по-моему, от 22 февраля 2022 года, когда Бен Уоллес очень громко заявил о том, что России надерем задницу. 22 февраля, я напомню эту цитату, когда британский министр обороны припоминал войну за Крым в 1853 году, если не ошибаюсь. 170 лет практически, да, 170 лет ровно назад. Я хотел у тебя спросить, имеет ли какое-то практичное, действительно серьезное значение в рамках возвращения Крыма вот эти слова от экс-министра обороны Великобритании? Ну, смотри, Бен Уоллес не делал все же такого рода однозначных заявлений, пока был на своем посту, то есть знаки были поддержки, но оценка была более осторожной. Пока он отвечал за свои слова, как официальное лицо, пока это была позиция правительства Великобритании, и пока он был более осторожен. Сейчас он уже отставной генерал, отставной политик, по большому счету, и ему главное в этой ситуации сказать, что все, что он делал раньше, правильно, и он передает своему преемнику идеальную ситуацию. Ситуацию, в которой российская армия проигрывает войну, она трещит по швам. Ситуация, в которой все ранние ресурсы потрачены правильно, союзники выигрывают, мы возвращаемся в Крым. Мы это, Британия, имеется в виду. Да, мы побеждаем на бэк-ярде, заднем дворе Российской империи, ну, как это было еще, давай не помнишь, в твиттере. Ему важно показать, что он сделал все правильно и передает идеальную ситуацию преемнику. И даже если что-то случится не так, то это уже будет ответственность преемника. Он передал ситуацию правильную. То есть это уже в какой-то мере то, что он сейчас публикует, это политические мемуары. Такой жанр, где все себя показывают только в хорошем свете, оправдывают и все остальное. Сразу ястребы, да, такие все? Да, я вот недавно читал мемуары Горбулина, знаешь, фигура в нашей политике. Вот как раз, и там как раз история о сдаче ядерного оружия Украины. Вот как раз прекрасная иллюстрация к этому тезису. И поэтому это заявление такого вот рода. Для контрнаступления и для битвы за Крым, если говорить серьезно, нам нужны новые, значительные поставки вооружений и много-много-много денег. Понимаешь, Макс? Без новых поставок партии вооружений и без много денег мы не сможем проводить масштабное контрнаступление, тем более не сможем начать битву за Крым. Павел, если этого не будет, новых партий вооружений, прежде всего бронетехники, артиллерии, атакамсы решающую роль не сыграют. Сразу скажу, они важны, но это не вундерваффе. Нам нужны прежде всего бронетехника, артиллерия, боеприпасов достаточное количество. Вот если этих новых поставок не будет, и нам не дадут еще хотя бы миллиардов пятьдесят, то мы не сможем. Денег много не бывает, Руслан, ты же знаешь. Смотри, по деньгам, чтобы ты понимал, вот это сейчас летнее контрнаступление является следствием зимних пакетов помощи, прошлой зимой, которые выделялись. Если посмотреть, например, слово и дело, иконографику, ну вот просто для наших зрителей, мы делаем это самостоятельно, но вы не найдете наши аналитики в этой части, в публичной сфере, к сожалению, но вы можете посмотреть слово и дело. И там вы увидите, что в январе-феврале мы получали от пяти до десяти миллиардов военной помощи. Это была подготовка к летнему контрнаступлению, которое должно было начаться весной. Вот сейчас, если говорить серьезно, для начала битвы за Крым нам необходимы такого же рода поставки. Нам необходимы как минимум несколько сотен танков современных, боевых, заложенных в свое время, я говорил, 300 для летнего контрнаступления. Мы их не получили, и это в том числе причина не совсем успеха в этом контрнаступлении летнем. Нам необходима артиллерия, нам необходимы боеприпасы, и нам необходимо много денег. Готов ли Запад профинансировать и поддержать новое контрнаступление? Вот здесь огромный вопрос, который я хочу адресовать Бену Уоллесу. Без этого нового пакета, новых траншек этой помощи мы не сможем проводить масштабное контрнаступление. Но смотри, тут же есть варианты, и наши политики украинские об этом пишут периодически. И Ирина Верещук, например, министр реинтеграции, так раз-раз и написала постик о том, что нужно эвакуироваться то украинцам, то россиянам бежать. Создание нестабильности в тылу российских войск, это больше информационные технологии влияния. Хорошо, информационные тут понятно, но если мы обращаемся к военным экспертам и к нашему руководству, то получается, если у нас все-таки в рамках этого контрнаступления или там следующего контрнаступления получится обрезать сухопутный коридор в Крым, то есть вернуть берег Азовского моря и сделать невозможным поставки оружия по этому сухопутному коридору именно в Крым, и бомбануть Крымский мост, вот это сейчас звучит как фантазия, да, вот россияне с этого смеются, но мы же знаем, мы же видим, периодически, сутки через двое Крымский мост перекрывается, потому что есть угроза ударов или ракетных, или беспилотных и так далее. Потому что фронт уже немножечко сдвинулся вперед, а Украина получила более дальнобойные средства поражения. То есть получается и удары, что по крымскому мосту были. Да, да, идут постоянно и дронами, и ракетами. Да, то есть получается, если этот сценарий будет реализован, и действительно Крымский мост упадет, или там часть его обвалится, что сделает невозможным поставки вооружения железной дорогой, плюс мы вернем сухопутный коридор, то получается, в принципе, дооккупация Крыма станет возможной очень просто, так как об этом нам заявляет военное руководство. Очень просто. То есть не так, как ты говоришь, вот там миллиарды, миллиарды, много оружия. Очень просто. Потому что получается, что россияне окажутся в ловушке. Ну, если я правильно понимаю эту схему. Ну, ты знаешь, в 1941-м не было, не существовало Крымского моста, да и, наверное, военно-морские возможности в Черном море. На то время советского государства были не на высоте, особенно после битвы за Одессу, после потери юга Украины. Но очень тяжело и долго, очень качественно подготовленная немецко-румынская группировка брала Крым. Смотри, к чему приведет, давай поговорим об этом серьезнее чуть-чуть. Если нам удастся, например, перерезать сухопутный мост, а для этого мало такмака, надо брать Мелитополь и Бергянск. Желательно оба населенных пункта, потому что если мы возьмем только один, это означает, что мы будем получать фланговые удары со стороны Мариуполя. Идеально, конечно, брать Мариуполь. Но мы понимаем, что сегодня это тоже маловероятно. Но вот даже есть и представим ситуацию, что мы перерезаем, выходим на побережье. Это означает прежде всего отток гражданского населения из Крыма. То, о чем говорит в какой-то мере Верещук. И превращение Крыма, Крымского полуострова в крепость. То есть территорию, где прежде всего будет находиться в основном российская армия, которую взять без преимущества авиации во флоте, будет крайне сложно. Мы можем высаживаться, мы можем захватывать плацдармы. Но удержать любой плацдарм, не имея доминирования во флоте или в авиации, невозможно. Тебя сбросят обратно в море. А для того, чтобы получить хотя бы баланс в флоте и авиации, снова же таки возвращаемся к началу нашего разговора. Необходимы поставки масштабной военной техники, которых нет на горизонте пока. И необходимы деньги, большие деньги, для того, чтобы обеспечить такие операции. Не похоже сейчас на то, что западные партнеры готовы финансировать новые наши масштабные контр-наступления. Вот главный вывод, который можно сделать и с диалога с европейскими партнерами, и с ситуацией в США. Поддерживающие финансирование, финансирование на нынешнем уровне, они нам готовы обеспечивать. Помогать нам экстренно, в случае, если Россия перейдет в свои наступления, они готовы. Создавать резервы значительные для новых контр-наступлений не похоже, что готовы. Возможно, будут готовы, если переизберется Байден, например, после 2025 года. Возможно. Пока ситуация нашла какую-то точку баланса, очень тяжелую точку баланса, и того уже преимущества в скорости подготовки резервов, которые мы имели еще в начале этого года, сейчас я не наблюдаю. Я напомню, что позавчера вышел материал в издании The Times, где источники, близкие к дипломатам с мировым именем, говорят, что возвращаются к истории о том, что Крым надо возвращать политико-дипломатическим путем. То есть военным путем, вероятно, не получится, да и ресурсы, о которых ты говоришь, Запад их сейчас не готов дать для возвращения территорий именно военным путем. Поэтому будет, вероятно, говорит The Times, будет такой сценарий. Я хотел бы у тебя спросить, Крым и вообще, в принципе, любую территорию Украины в перспективе можно вернуть не только военным путем? Не только. Как прижать Россию? Какой козырь нам использовать? Насколько это возможно? Конечно, можно вернуть. И даже ситуация по Нагорному-Карабаху показывает. Если что-то не вписано в систему международного права, не всеми признано. То есть вопрос только времени, когда внутренняя ситуация в государстве, которое контролирует не принадлежащее с точки зрения международного права территории, изменится настолько, что эти территории вернутся в лоно международного права. Да, я не буду говорить о Нагорном-Карабахе. Я считаю, что должны учитываться, безусловно, интересы армянского народа, людей, которые проживают на этой территории. Но международно-правовая ситуация вот она вот такая. Поэтому с точки... Нам просто... Дипломатика политического регулирования означает, что ребята, вам надо ждать. Возможно, вам придется ждать очень долго, как ждали, например, балтийские страны. Возможно, вам придется ждать не так долго, как ждали в Карабахе. Возможно, вам придется ждать еще меньше. Карабахская война сто лет длится. Ну, мы имеем в виду 30 лет, пока он не был в составе Азербайджана. Возможно, придется ждать еще меньше, как это случилось, не знаю, там, как в Германии случилось, или это случилось и в странах Азии некоторых. Но это расшифровое из дипломатического, это означает, ребята, вам необходимо набраться терпения и ждать. Ну, главное, чтобы не как с Югославией, ты понимаешь? Понимаешь, скорее всего, ставка... Победа возможна. Но победа на нынешней точке равновесия, она возможна только через внутренние изменения в России. То есть, только... Многие на эту ставку и делают. Вон, посмотри, Арестович выступает на форумах. Он пытается вернуть гордость российской оппозиции. Выпарывая ее, походу. Ничего не имею против Ильи Пономарева, но это выглядит интересно, конечно. Им тоже было там, они тоже улыбались. Я видел, как Пономарев сидел рядом в этой части. Но, не знаю, может, Арестович хочет стать лидером российской оппозиции в Украине? Я же не исключаю. Вам вспоминается, да, Арестович этот... Дугин. Как? Дугин и... И... Забыл. Третий. Корчинский. А, и Корчинский, во, вот. Хорошие русские. Ладно, тут... Мы, конечно, в этой части шутим, но это очень, как бы, такие вот серьезные вещи. Смотри, в принципе, вернуть территории, оккупированные Россией территории Украины под контроль нашего государства, можно и путем глобальных договоренностей. В свое время, например, стамбульский этап договоренностей, они предусматривали, фактически, выход России из части, как минимум, оккупированных территорий, в обмен на элементы договоренностей в сфере безопасности. Сан, ты остановись, а то мы сейчас до Минских дойдем, как бы, да? Кстати, Минские тоже прекрасно, спасибо, что Макс вспомнил, мы все забываем о них. Они предусматривали, фактически, вывод российских вооруженных формирований и возвращения этих территорий в состав Украины. Как бы, вот такого рода, как... Я не об автономиях, я просто о договоренностях, о балансах. Такого рода договоренности, возможно, и в будущем. И это может быть связано с членством в ЕС и в НАТО, с другой стороны, в качестве компенсаторных механизмов. Это все еще возможно, но необходимо демонстрировать мудрость и терпение. Ты сейчас с намеком сказал. Да, я даже не намекаю, я постоянно говорю об этом. Я не намекаю, я прямо говорю, что необходимо президенту, его команде, всем демонстрировать сегодня мудрость и терпение. Война на истощение, она как раз характерна тем, что у кого длиннее терпячка, терпение, тот и в конечном итоге выйдет. Терпячка длиннее у того, у кого больше ресурсов. У нас ресурсов нет, кроме человеческих. Самые лучшие люди погибают. Самые лучшие согласен, самые пассионарные. Ну и просто потери которых, она невосполнима с точки зрения столетия. Потому что не рождаются их дети, не рождаются дети их детей. Это действительно катастрофа. Необходимо все это осознавая, идти дальше, идти вперед. Хорошо, как ты относишься к словам того же экс-министра Великобритании, министра обороны, который сказал о том, что Украине и Владимиру Зеленскому нужно было бы задуматься, ну скажем так, по поводу расширения мобилизации. Значит, опять же, Бен Уоллес сказал, что привел в пример Великобританию в период Второй мировой войны и говорит, Зеленскому... Три миллиона мобилизованных было в Британии. Население было приблизительно сопоставимо с нашим. Вот. И он говорит, что нужно, у вас, говорит, за 40 солдаты воюют, 40 плюс, да, а нужно больше молодежи. И тогда, условно, будет прорыв. Что ты видишь в этом направлении, Руслан? Тут все очень-очень хитро и сложно, на самом деле. Я тебе скажу по секрету, и нашим зрителям только такое же говорят наши генералы, нашему политическому руководству. Иногда это прорывается. Когда-то был президент, сказал, что военные предлагают усиливать мобилизацию. А мы еще, мол, держимся. Я думаю, что Уоллес, с одной стороны, транслирует мнения наших военных, с которыми он плотно был вообще не находился. С другой стороны, он говорит, что Украина все-таки не до конца, не совсем правильно ведет эту войну. И часть ответственности за результаты позитивные и негативные лежит и на политическом руководстве, которые должны быть проводить более тотальную мобилизацию. А с третьей стороны, это все бьет по молодежи, которая является электоратом чьим? Партии власти, президента Зеленского. Все прекрасно понимают, что в категории людей за 40 электората партии власти меньше, нежели в категории людей условия от 20 до 40. И все это вот такая вот, я бы сказал бы, тезис с тройным дном. Вот, мол, вы должны думать не о политике, не о выборах в будущем, а воевать по-настоящему. Ну, я согласен, у нас очень много политики. Очень много политики. Она, вероятно, нам очень сильно мешает, раз мы говорим. Для того, чтобы выполнить то, что говорит Бен Оллис и наши военные, необходимо ударить по студентам-аспирантам, раз, необходимо, скажем так, вступить в конфликт с пассионарной молодой частью общества, которая не только голосует, но и митингует активно, и может митинговать. И для нашей власти сегодня это в какой-то мере еще барьер. Так, подожди, у нас пассионарии чаще всего самые яркие патриоты. Какие проблемы? Ну, те пассионарии, которые самые яркие патриоты с твоей стороны, они уже воюют. У нас уже около миллионная армия. И их тоже на всю войну не хватит. Ну, с учетом ресурсов противника, возможностей противника. Поэтому Бен Оллис говорит так, всю молодежь в армию, студентов в армию, аспирантов в армию, людей, которые там сидят по кальянных или по спортзалам в армию. Вот они должны, потому что эти 40-летние мужики, которые родились еще в советское время, ответственные люди, они просто физически не тянут эту войну на истощение. Вот и все. Ладно, тогда давай поговорим не о человеческом ресурсе. Так сложилось, что в Украине в 4 раза меньше людей проживает, чем в Российской Федерации. Вот. И мобилизационный ресурс, если только мы говорим о... Я не хочу использовать этот термин времен Первой мировой войны, который называется пушечное мясо. Но если мы говорим только о человеческом ресурсе в рамках современных войн, то цифры говорят сами за себя. Я же говорю о другом. О ресурсах, которых нам не хватает на фронте, которыми нас обеспечивает Запад. И последнее время я, и ты, и все видим какие-то такие странные моменты, условия какие-то нам кто-то ставит. Вот помощь продолжится, если вы будете бороться активно с коррупцией. Вот вам ракеты даем, но чуть-чуть. А вот не даем, но как бы так. А вот еще что-то, еще что-то. Заявлений масса, Руслан. Если я сейчас начну перечислять, цитировать Маккарти, Шмаккарти и так далее и тому подобное, просто эфира не хватит. Глобальная тенденция мне не очень нравится. Глобально мне кажется, что Запад уже хочет как-то закончить все это. Но при этом мы видим, например, что поддержка со стороны Евросоюза, она есть. Боррель высказывает предложение дать нам еще 5 миллиардов евро на помощь, но при этом министры иностранных дел Евросоюза, с которыми было заседание, так и не согласовали этот пакет помощи. При этом мы видим, что 300 миллионов украиней военной помощи снова выделяют из Америки, но в бюджете временном на 45 дней, который приняли под давлением шандауна, там нет помощи Украины. Какую тенденцию видишь ты, потому что если смотреть марафон, создается четкое впечатление, что все хорошо, помощь есть, помощь будет, будут ракеты, будут F-16 и все вообще зашибись. Начинаешь читать западную прессу, сразу когнитивный диссонанс. Проблемы тут две в том, что, во-первых, в марафон смотрят не все и все меньше. И это ощущение, оно создается далеко не во всем обществе, это показывает социология сегодня. И даже наша социология показывает, которую мы многократно цитировали. Кому интересно, на наш телеграм-канал отправляю. Там есть и КМИС, и Разумкова, Центр. Вся социология, касающаяся этого вопроса. Это первое. А второе, надо понимать, что в наше информационное пространство со стороны попадает очень много критических публикаций на Западе. Условно говоря, там много публикаций. Есть и плюс, и в минус. В наш телеграм-пространство, в наше альтернативное информационное пространство, альтернативный марафон попадает очень много критики. Это тоже тут надо понимать всегда и держать себя за руки иногда, понимая, что часто одна негативная публикация, она соседствует с двумя позитивными, и баланс на Западе немножечко другой. Что происходит? Происходит то, что те инструменты, которые работали раньше на нас, сегодня работают немножечко против нас. Украинский фактор и российско-украинская война, российское вторжение в Украину стал важнейшим фактором политическим, не только в США, но и в странах Европы. Но где-то на этом факторе, на разыгрывании этой войны и отношении к этой войне, оценке этой войны, где-то на этом факторе переизбираются проукраинские правительства, а где-то, как в Словакии, совсем не так. Проукраинские правительства, это уже звучит, да? По-марафонски, Руслан. Да, я понимаю, но я упрощаю, потому что если будут сложно, понимаешь, для того, чтобы сказать сложную вещь, надо долго говорить. Словно говоря, избираются мейнстримовые правительства, которые говорят о том, что будут поддерживать нас, сколько столько будет нужно и все остальное, а где-то, как в Словакии, или как в Польше, или как в США, то есть отношение к фактору украинской войны становится инструментом борьбы оппозиции против власти. Но подожди, Кулеба нас успокаивает, Кулеба нам говорит, что, ребят, это исключительно во время избирательного периода, сейчас пройдут выборы, и поляки угомонятся, и словаки угомонятся, и американцы угомонятся, это избирательная кампания, и все, все будет хорошо. Кулеба лучше рассказывать министрам иностранных дел, особенно Швеции, Эстонии, Польши, Венгрии, которые вчера не прибыли в Украину, по разным причинам, шведский министр даже паспорт забыл, не приехал в Украину. Но я не хочу об этом, смотри, Макс, украинский фактор стал внутренним фактором, и ситуация в странах Европы, она очень лоскутная, и в США тоже, в той части, что поскольку действующее правительство, все поддерживали Украину, и тратили на это большие деньги, последние цифры, Боррель, 85 миллиардов евро Европейский Союз потратил на Украину, из них 25 миллиардов на военную помощь, США 110 потратили, из них 43 на военную помощь. В целом, наши союзники за полтора года нам выдали разные рода помощи на сумму более 200 миллиардов долларов. И вот Боррель сказал, что это беспрецедентно просто. Да, беспрецедентно. Понимаешь, они это забрали у своих налогоплательщиков и дали нам. И теперь, в зависимости от того, в каждой стране разный баланс, где-то это правительство коррумпировано, неэффективно, и оно тонет из-за коррупции и неэффективности, это правительство, но с ним вместе тонет и украинская политика. Оппозиция говорит, они неправы и в этом. И мы не можем продолжать их политику, и в том числе и в отношении Украины, потому что это правительство прогорело, все оно стало непопулярным. Как случилось в Словакии? Где-то меняется общественное мнение, как в Польше или в США, и там украиноскептицизм становится, условно говоря, трендом, на котором можно выиграть электорат, выиграть голоса на выборах. И мы сейчас вошли в период, через полтора года войны, годы восемь месяцев, новой неопределенности, потому что фактически мы жили в относительно стабильной геополитической обстановке, как бы это не страшно звучало, после начала войны. Мы жили стабильно, Россия наступает, там или обороняется, мы наступаем, контраступаем. В этой ситуации и Запад стабильно поддерживает нас. Увеличивая объем помощи постоянно, увеличивая номенклатуру этой помощи, сейчас эта геополитическая стабильность, геоэкономическая стабильность начинает осыпаться из-за того, что вот эти проукраинские правительства, правительства старого курса в отношении Украины, проигрывают постепенно на выборах, а наши союзники в основном это конкурентные политические системы. Не все из них демократии, но это конкурентные политические системы, и нам необходимо выстраивать, это самая главная фраза, которую я подвожу, новые отношения с многими правительствами. Нам необходимо выстраивать отношения с Трампом и республиканцами, новые. Нам необходимо выстраивать новые отношения с Польшей, как бы это ни странно звучало. Нам необходимо выстраивать новые отношения со Словакией, и этих новых-новых отношений будет все больше и больше. А старые вещи уже не проходят. Старая риторика в отношении справедливости, восточного счета и всего остального, она уже не работает, потому что это работа старых наших партнеров, которые проигрывают свои... Она работала разве? Вот смотри, вот премьер-министр Финляндии заявляет. Они же не боятся России. Вот сегодня заявление премьер-министра Финляндии. Ну, мы рискуем, мы можем приблизиться к моменту, когда Россия станет агрессивной. Ты смотришь, ты думаешь, или ты дурак, или лыжи не едут. Для них Россия еще не агрессивна. Или ты читаешь какие-нибудь, не знаю, биографии, мемуары Маннергейма. Это ужас какой-то, слушай, но... Еще есть второй фактор, смотри, Макс. Очень быстро скажу нашим зрителям, чтобы вы понимали. Публикации по коррупции и по всему остальному, и вот диакула публикации, публикации, которые требуют от нас больше благодарности, я бы сказал. И публикации по коррупции, они нацелены на охлаждение отношения к Зеленскому и Украине. Они нацелены на снижение рейтингов президента нашего в других странах. То есть теперь его показывают не просто как героя, лидера своей страны, который борется за ее независимость с восточным злом, с Россией, но как и руководителя страны, в которой очень много коррупционных проблем. Ты думаешь, это намеренная кампания, Руслан? Это намеренная кампания, потому что раньше, напомню, я об этом говорил уже, западные медиа многократно писали, что уж слишком Украина научилась хорошо манипулировать западными элитами, опираясь на общественное мнение в их странах. Мы когда критиковали Запад, требовали от них за общественное мнение в странах Европы, США была раньше на нашей стороне. И мы когда что-то требовали, элиты не могли этого не делать. Они пытались саботировать, дать меньше, но им было сложно это не делать. Сейчас нас умышленно понижают, охлаждают нам отношения для того, чтобы вы больше не могли, опираясь на их внутреннее общественное мнение, ими манипулировать. Это целенаправленная тоже стратегия, так у меня складываются впечатления. Я так понимаю, что, например, и Илон Маск в этом вопросе тоже играет. Активно участвует, глобально активно участвует. Это как раз политическое наступление глобальных консервативных элит против глобальных либеральных элит и Зеленского как их партнера. Как ты думаешь, кстати, нам нужно было так реагировать на эту шуточку от Илона Маска? Конечно нет. Но кто такой Илон Маск? Он что, президент чей-то? Нет, ну слушай, его состояние-то побольше, чем наш номинальный выбор. Да, я понимаю, что он авторитетный человек, икона, но на него должны реагировать неофициальные лица. Если бы на него прореагировал какой-нибудь, условно говоря, черняк, собственник алкогольных брендов, там не знаю, или Тарил Васадзе, который раньше выпускал прекрасную славуту в Украине, Иланус, это было бы прикольно, но реагировать на каком-либо официальном уровне, на уровне главы парламента, например, фактически вице-президента Украины, мне кажется, что это только повышать эффективность информационной кампании Илона Маска. А ты согласен с тем, что сказал Подоляк по поводу того, что никто не имеет права шутить над Украиной сегодня? Ну, я напомню вам, Чарли Эбдо, например, французское издание, западная демократия – это как раз места, где можно шутить над всем. Даже если это болезненно и выходит за рамки норм морали. Мы должны это понимать, это их уклад жизни, они так сформированы, они могут говорить что угодно в этой части. И если мы хотим стать частью этого мира, мы должны разделять его принципы. Ну, ты же прекрасно понимаешь, не везде мы готовы. Над смертями, над детьми, там шутят и открыто, публично шутят над кем угодно. Как говорят психотерапевты, черный юмор – это проявление здоровых качеств психики. Иронизировать бесконечно над своими оппонентами – это диагноз. Это говорят психотерапевты. Знаешь, Макс, я тебе скажу, у меня сыну 11. И он такой возраст, знаешь, когда уже дети взрослеют. И я, когда общаюсь с ним, я ему говорю, что когда я над тобой подтруниваю, ни в коем случае не воспринимаю это на себя, во-первых, это тебя не касается. А во-вторых, серьез. Потому что, как только ты начинаешь серьезно реагировать на чьи-то злые шутки, ты сразу проигрываешь ситуацию. Конечно. Ты сразу в позиции ведомой. И глупого ситуации. Ладно. Ну, тут, конечно, это если можно расширить и приложить на общегосударственные какие-то процессы. Да. Ну, например, Стефанчука вчера все обсуждали. И даже те, кто из каких-то публичных людей написали твит в ответ Маску, что, типа, ты не прав, чувак, те критиковали Стефанчука. И официальные, он же с официального аккаунта написал. Это выглядело действительно как-то не очень. Но да ладно. Я понимаю, некоторые из наших политиков, они решили хайпануть сами для своих рейтингов реакции на Маска. Но это не надо делать для... Ну, кажется, где Руслан Стефанчук и где хайп. Ну, это странно. Ну, не знаю. Ты, Макс, ты забыл, наверное, что Руслан Стефанчук был одним из лидеров, насколько я помню, хмельницкой команды КВН 4-3. Да, помню. Поэтому он в юморе, он прекрасно разбирается все же. Ну, шутки, конечно, никак не смежны с его КВНским прошлым. Если выйти на улицу и посмотреть, то да, сложно не согласиться. Смотри, коротко, то, что обсуждаемо, вот мы начали о коррупции. Вчера задержали на взятке в полтора миллиона, часть взятки, да, сумского, значит, мэра, мэра Сум. Ну, патриот равных такому нет, вышиванки, все там, армия Мова Вира. Это понятно. Когда-то тесно работал в команде Юлия Тимошенко с Александром Турчиновым. В общем-то, все это известно. Задержали. И очень громко это все описано было и у нас. СБУ, НАБУ, молодцы. Но ключевое. СБУ, НАБУ. Мы видели вот в западной прессе, скажем так, ряд требований американцев к нам. И все эти требования сводятся к борьбе с коррупцией. И заявления звучат так. Так, если в ближайшее время Украина не поборет коррупцию или хотя бы не начнет агрессивно с ней бороться, помощь будет уменьшена. Мы видим условно какие-то новости о том, кого задержала СБУ и кого НАБУ в рамках коррупции. И тут же сегодня выходит заголовок из Госдепа о том, что Украина начала агрессивно бороться с коррупцией. Представляешь ли, Макс, ситуация? Сегодня утром мы просыпаемся с тобой, открываем, как всегда, каждое утро по чашечку кофе страницу Госдепа. И начинаем читать на свой день со страницы Госдепа. И там написано, что в Украине катастрофическая ситуация в борьбе с коррупцией. Ну так это часто. К вечеру инфаркт у Блинкина, Байден снимается с выборов в США и все остальное. Конечно, Белый дом во время избирательной кампании сейчас будет говорить об значительных успехах и улучшениях в Украине. Потому что Украина одна из ключевых тем американской избирательной кампании. Особенно после того, как теперь помощь будет идти всегда отдельными законопроектами. И Украина станет просто лакмусовой бумажечкой для внешней политики Байдена. И поэтому нельзя ее марать. Раньше можно было, а уже нельзя. Но смотри, тут-то вопрос в другом. Вот то, о чем я сказал, да, по поводу того, что Украина принимает агрессивные меры против коррупции. Вот это заявили в Госдепе, в Конгрессе США, прошу прощения. Конгрессе в Конгрессе. На себя хочет переманить все-таки Запад. Мы видим эти требования. Независимость на БУСАП, антикоррупционный суд. И там много-много всего. Увеличить финансирование. Значит, они будут требовать от Зеленского, скажем так, отдать борьбу с коррупцией на... Как это называется? Аутсорс? Вот так. Как дальше эта схема будет работать? То есть борьба с коррупцией, это все-таки касается нашей национальной истории? Напомню, что Сторч подписывает меморандум. Генеральный инспектор по украинским делам подписывает меморандум с НАБУ, тоже с господином Кривоносом недавно. Тут однозначно есть состязания, но сама тема по коррупции, она очень интересна тем, что мы же прекрасно понимаем, что борьбу с коррупцией можно только начать, можно достигать успеха, можно получать какие-то поражения в этой коррупции, но ее никогда нельзя завершить. Даже самые коррумпированные государства, не коррумпированные на 100%, и даже самые некоррумпированные государства, у них внутри есть коррупция, все равно есть коррупция, поэтому это вечный процесс. Вопрос в другом. Смотри, все коррупционные скандалы последнего времени, дело рук чьих? Нигде, ну мы знаем, чьи руки крали, это мы знаем. А кто обнародовал информацию о том, что они крали? Ну, эти наши грантоеды. Но на национальном марафоне этой информации не было, согласен? Да, я говорю, ютуб-расследования какие-то там. На не прозападных медиа этой информации не было, согласен, они-то расследования не делали. То есть это было прежде всего на медиа, которые ориентированы на западных партнеров, получают гранты, как Институт массовой информации сказал, что это медиа, которой больше всего стоит доверять. Там есть целый список. Хорошо, что есть, теперь будем знать. А то раньше не знали, читали всякую фигню. А теперь будем читать только эти. И смотри, изначально коррупционные скандалы и приводами для этих коррупционных скандалов являются люди, которые ориентированы на наших западных партнеров. Не проблема в коррупции. Коррупции много всюду. Проблема в том, что она выносится в общество на социальное обсуждение. Раньше это было необходимо для того, чтобы снести Резникова, для того, чтобы упаковать Коломойского. Но не успели немножечко. Сыграли в СБУ, сыграли на опережение. Похоже на то. Ну вот же, да. Я шаворак раз и говорю. Да, да. И там тоже быстро ребята работают. Они очень прекрасно трактуют понятие национальной безопасности. Оно касается всего. От коммунального хозяйства до этих наводчиков. Всего касается. И мэр Сум не даст соврать вчера. Его как раз по делу, которое связано с национальной безопасностью, там упаковали. Ну, смотри. Дело в том, что кто контролирует медиаприводы, тот и контролирует по большому счету ощущение коррупции или некоррупции в Украине. Контролируют и медиаприводы наши западные партнеры. Поэтому я думаю, что не знаю, как это повлияет на реальную борьбу с коррупцией. Не знаю. Хотя я соперничаю с БУ и НАБУ этой части, мне кажется, это плюс позитивный. Как бы возможно. Но очевидно, что публичных скандалов до выборов в США станет, наверное, меньше. Если, конечно, не сыграют свою роль какие-нибудь республиканские закладки. Если у республиканцев, а там недавно Джулиани, как говорят, приезжал снова, общался с некоторыми нашими политиками, нет своих идей в отношении того, как подсветить эту классическую традиционную проблему. Ну, всегда может всплыть фактор, как подсветить. Если постанет острый вопрос по правительству, по офису президента. Смотри, вчера вы получали тезисы снова-таки из Америки, что отсутствие видимых результатов борьбы с коррупцией может привести внимание конкретный, очень даже прозрачный намек. На дискредитацию правительства времен войны перед украинским обществом. Ну, говорят, что должна Оксана Маркарова приехать в правительство. Премьером стать. Да, и что там уже якобы и кабинет формируется. Но у офиса президента есть на это свой взгляд. Потому что понятно, что правительство – это главный инструмент переиспределения средств, живых денег, который выделяет Верховная Рада и западные партнеры. И поэтому там есть и Ростислав Шерма, и другие кандидаты. Поэтому я думаю, что еще какое-то время может сохраняться эта антикоррупционная интрига, пока не будут решены кадровые вопросы. Если кадровые вопросы не будут решены так, как видят наши западные партнеры, тогда снова могут быть антикоррупционные подачи, которые будут касаться непосредственно правительства и власти. Офиса президента, окружения президента. Его лично никто трогать не будет, он остается иконой, идолом для западного мира. Ну, несмотря на попытку охладить, говорю, отношение к нему. И вот в какой-то мере, да, айдолом. Знаешь, как в Южном мире. Да, да, да. Американ айдол. Да, да. И вот такую динамику мы, кажется, будем наблюдать. К сожалению, мы, конечно, прекрасно с тобой все это, мне кажется, обсудили. К сожалению, это имеет мало отношения к реальной проблеме коррупции. К реальной борьбе. Потому что если начать реальную борьбу с коррупцией, вот если бы начал бы ее и я, эту реальную борьбу с коррупцией, я прежде всего бы перегрузил бы на ПК и проверил бы способ жизни наших чиновников. Зарплата, соответствие зарплаты и активов, все. Работы на 15 минут. Ну, в некоторых тяжелых случаях умных людей на 15 дней. И каждого второго, если не каждого первого чиновника, можно увольнять, отдавать последствия, конфисковать активы, выплачивать Шевченком, агентам нашим, компенсации и оплаты. Это правда, кстати, правда, да? 13 миллионов, чуваку, выплатили. Я в шоке. По делу Злачевского, в котором все стороны пошли на соглашение. Это правда. Мы завидуем. Мы завидуем. И вот она, Буризма-то. Вот же ж, вот она, под носом. Мы завидуем. Хороший прецедент. Я рад за выкрывачив коррупции. Его надо обязательно распространить на всю страну. Поэтому систему легко очистить. Но не похоже на то, что стоит задача очистить систему. Похоже на то, что стоит задача, ибо идет борьба за контроль над системой. Как и всегда. Как и всегда. Коррупция – это слабое место, уязвимое место чиновника. За которого его постоянно держат, понимаешь? Изнутри, извне. Его постоянно пытаются ухватить за эту коррупцию. Для того, чтобы приструнить. Приструнить. И сделать его действие абсолютно прогнозируемым. Спасибо, Руслан, за твою аналитику. Как всегда, интересно и важно. Друзья, подпишитесь на канал Руслана Бортника прямо сейчас. И если вы смотрите нас без подписки, подпишитесь на канал «Да, это так». Поставьте лайк этому видео, если слышите меня. Вот прям лайк прямо сейчас. Я вам за это благодарен. Руслан, тебя благодарю. До новых встреч. Спасибо вам, Магдарина. До свидания.